здравствуйте мое сегодняшнее видео о том как можно из вот этого вот темненького платьишка сделать такое веселое летнее ну просто нарядное платье это платье очень хорошее по качеству оно натуральная вискоза но хорошая все дочка его носила одно время ну а теперь уже как будто она ей и надоело но я решила немножко его преобразить и хочу вам показать как это можно сделать смотрите я решила его расписать красками дело в том что черные вещи очень хорошо расписывать их можно хоть однотонно сделать допустим покрасить или белым или там серебром и будет очень хорошо а можно сделать яркие яркие цвета и тоже будет очень хорошо сегодня мы с вами будем делать в серебристых тонах вот а в одном из следующих видео я покажу как можно будет разрисовать темную вещь в разные цвета ну и так давайте приступим вот у меня тут кусочек обоев я нарисовала такие картиночки небольшие а сейчас я это выражу вырежу и будет у меня несколько шаблончиков и что мы будем с ними дальше делать я вам покажу ну вот смотрите что нам непосредственно понадобится акриловая краска вот я вам покажу вот акриловая краска серебряная но это в данном случае я буду делать этой краской краска очень стойкая после нанесения можно стирать можно делать что угодно вот еще нам понадобится мочалочка прищепочки соответственно ножницы значит что мы делаем с мочалочкой мы даже сделать такое как бы валик не валик но короче инструмент который мы будем наносить эту краску значит эту штучку мы обрежем она нам общем то не нужно сделаем несколько таких валиков вот мы сделаем один будем считать что он у нас как бы имеет ровную структуру валик делаем так мы берем и потом прижимаем прищепочка это чтобы наши руки оставались чистыми вот это один такой на будет жесткий валик 2 мы сделаем вот так здесь мы тоже обрезаем наверное и вот так мы еще обрежем и смотрите мне нужны будут такие как бы неровности то есть я вот так вот вырезаю различные кусочки выдираю получается из поролона и будет у меня такими как бы но я не знаю точками не точками ну уж посмотрим как она получится сейчас так но вот примерно так так как это мы убираем наша прищепка еще одна вот это у нас будет очень такой мягкий живой валик ну и сделаем один самый 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 простой мы наверное ему просто обрежем вот так края чтобы он не был квадратным потому что квадраты нам не нужны и вот наша третья прищепочка так что дальше мы делаем это мы убираем нам ненужное так мы берем непосредственно наше платье вот такие вот прилипучие пенопластинки так так но так как это зад видите в этом платье такой интересный фасон зад больше вырезан чем вперед а почему это зад потому что здесь висит бирка но естественно я знаю что это зад так вот мы наше платье разложили теперь мы должны между спинкой и передом что-то проложить вот я вставила картонку у меня тут кусочек двп я его в кулечек засунула и засуну сюда это дело в платье дальше дальше я вам показывала что я из кусочка обоев делала различные такие себе трафаретики ну вот я сделала вот у меня кошечка такая получилась и несколько бабочек и одна бабочка это будет у меня сейчас увидим все после все постепенно значит что мы делаем для начала для начала мы должны наложить нашей краски на что-нибудь на какую-то палитрочку я просто накладываю на крышку нашей баночки много тоже накладывать и надо лучше подложить потому что краска это достаточно дорогая так давайте мы на на возьмем атаку сначала валик так ну что приступим значит сначала мы распределим в каком месте мы что хотим сделать так или может наверное так будет более послушно в обратную сторону перевернуть значит котик нас будет сидеть вот здесь найти посмотреть на бабочек как мы это делаем смотрите я хочу сделать так чтобы котик наш остался непосредственно черную то есть я хочу сделать сначала контур так надо хорошенечко прижимаешь у платья наша не не вырвалась а то будет не четкий контур у нас так это мы сейчас делаем жестким валиком нашим непосредственно мы делаем окантовочку так знаю видно или нет сейчас немножко надо подвинить так знаю видно или нет сейчас немножко надо подвинить а то я вижу что она не видно котик наш должен быть вот так значит так сбилась немножко так наш хвостик будет я смотрю видео сначала хвостик не вижу вот так так но сейчас я до конца принципе я вам показал сейчас это делаю покажу что у меня получилось ну вот смотрите котика я уже вот так обвела и теперь я хочу сделать чтобы было ну не такое как бы вокруг него чисто серебряное поле а что это будто бы поэтому я взяла вот эту мочалочку что мы с вами обрезали и делаю смотрите вот такие вот но тут надо перейти сделать такой плавный переход чтобы это было ну а так так чуть сильнее мы придавим и наши точечки получаются более большими жирными такими если мы еле касаемся то точки наши тоже такие небольшие и так так если что-то не нравится можно взять кисточку ну и где-нибудь чего-нибудь допустим можно вот мне хочется чтобы тут ножки были допустим более такие четко выраженная а может быть это и не надо делать вот но вот смотрите еще я так думаю что можно вот есть у меня такой инструмент поставить такие небольшие точечки вот так 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 ну и пришла пора к нашим бабочкам так бабочек я хочу разместить допустим вот так и делаем то же самое что и с котиком но вот я беру жесткую мочалочку и вот так и вот так перевожу так надо под рукой иметь тряпочку и водичку чтобы иметь возможность обтирать ненужную краску потому что я возьмусь за платье и оставлю следы ну так убираем что у нас бабочкой получилось ну вот одна бабочка есть так ну давайте мы на все три переведем вернее я переведу и покажу как мы будем заканчивать это дело ну вот бабочек я тоже сделала теперь надо заделать чтобы наше поле вот это все посмотрелось гармонично смотрите если вот я случайно здесь поставила не знаю видно нет случайно поставила пятно я не рекомендую вам оттирать а вот здесь видно оттирать не рекомендую потому что это бесполезное занятие эта краска будем говорить так мертво цепляется лучше здесь немножко как бы продлить тогда до этого пятна как будто она так и задумано вот тут уже мы делаем такие вот как бы легкие касания но такое вот так у нас поле не закрашенное так ну и наверное я сейчас еще возьму кисточку и хочется мне сделать такие вот небольшие как бы да и как пляс очки пузыречки так этот пузырек не совсем не нравится поэтому мы его превратим сейчас что-нибудь так ладно тут мы немножечко должны бабочку но сюда так ну в принципе я считаю что у нас уже неплохо получилось и такой последний стрих получается что мы накрасили верх платья но у нас ведь еще есть и юбка этого платья а допустим не не хочется повторяться я решила сделать так смотрите здесь мы бабочек рисовали вот так а сейчас мы сделаем я подвину платье так вниз и на юбке я хочу сделать еще такой небольшой штрих здесь на внизу юбочки сделать бабочку но не такой как мы делали а немножко по-другому вот у меня от нашей осталось вырезки вот то что я вырезала бабочку я хочу сделать нашу бабочку такую золотую вот так мы ее вот так прикладываем теперь немножко надо надо так я не знаю как вам видно но вот здесь так так это прикладываем и и берем нашу жесткий валик ну и делаем хотя можно конечно было ее нарисовать и кисточкой но будем пробовать так вот так вот так так ну тут у меня уже сдвинулась и бабочка вышла очень неаккуратно ну ладно мы сейчас ее дорисуем кисточкой тогда значит это или вы вы так то и что бабочки совсем не было грустно нужно сделать ей небольшую такую как бы от низкости ну вот мое видение такое сейчас я постараюсь показать вам платье целиком потому что частями так она плохо видно ну вот посмотрите что у меня получилось такая вот веселенькая летняя туника котик наблюдает за бабочками платьишко веселое не такое мрачное как оно было краска уже высохла можно стирать можно что угодно делать я думаю даже если в химчистку и вода что она будет неизменным вот ну на этом все творите с удовольствием пусть всегда у вас все получается всего вам доброго до свидания